И всем привет, с вами я Александр Сочков, и сегодня в этом видеоролике мы будем играть в Hello Neighbor Alpha 4, и сразу покажу вам первый баг, и, наверное, покажу вам самую игру, то есть задерживать вас не буду. Баг в том, что ружьем можно улетать куда захотите, но если вы падаете, то вы проигрываете. Вот смотрите, на себя вот вы постреливаете, и вот вы попадаете уже в ночь. Например, вот вы хотите попасть куда-нибудь туда, извиняюсь, ночью, наверное, не так будет круто видно, но смотрите, то есть изменился целый дом, вот он, утро, вот, смотрите, вот изменился весь дом, он изменился полностью, можно даже посмотреть, как он изменился. Так, соседушку меня уже вставил, то есть я вот давно уже играю, пытаюсь пройти, ладно, бежим, вот он, наш соседушку, мы его кидаем, на него эта херня мало как работает, но все-таки работает. Так, например, вот мы бежим, например, вот, я что-то забежать сюда не могу. Блин. О, улетаем, в общем, все, мы вылетели, так, берем эту штуку, открываем, так, здесь тоже можно что-то выпить, все новое, ребят, все обновленное, это альфа-4, ребят. Так, здесь лестница, здесь новая лестница, и там здесь есть пояс, но я не знаю пока что, как его открыть, так что показать вам его не буду. Идем сюда, вот, здесь комната специальная, здесь в этой комнате, извиняюсь, я вылетел из-за нее случайно, так, здесь кидаются яблоки, если вы в них попадаете несколько раз, то вас выкидывает опять в начало уровня к своему дому. Вот, то есть здесь есть какой-то читанчик, бонус, его можно как-то взять, но нафиг он нужен, я не знаю, можно его кинуть, наверное. Есть зонтик новый, есть какие-то коробки здесь, которые не нужны, так, здесь в ящиках пусто, как всегда, так, здесь ничего интересного нету, так, ладно. Ладно, здесь, значит, тоже ничего нету, такого интересного, ладно. Теперь смотрите, здесь тоже есть какая-то штука, но здесь дофигища разных вещей, которые совсем не нужны. Есть какая-то такая деталь, какая-то железная, такая непонятная, зачем она нужна вообще, но она есть. Так, следующее, то, что я вам хотел показать, идем сюда, возвращаемся сюда. Вот сама эта штука, где у нас поезда. Вот поезда, здесь можно, значит, нажимать на кнопки, здесь эти кнопки не работают, зеленые и желтые, но работают вот эти вот две. То есть рычажок, чтобы у нас все полетело, и все. Дальше, здесь есть, значит, в настройках сеттинги, извиняюсь, конечно, почему-то у меня слетело, но ладно. Так, можно LENCH, нажать ENTER и на русский, переключить на русский язык. Дальше, вот, графика, графика здесь тоже можно подключить на ультра, если вы хотите. Здесь все по-русски стало, вот, как вы видите, управление, самое простое управление, управление тоже меняется, если вы хотите. Так, дальше, продолжаем. Можно сохранить теперь игру, есть, можно начать самую новую игру, но вы сами поймете, да, придете, как это все работает. Так, продолжаем. Так, значит, что, прыгаем сюда, здесь у нас появилось что-то такое. В общем, у нас все здесь, дофигища нового чего есть. Здесь можно теперь как-то попрыгать, попытаться, можно здесь как-то, не знаю, у меня не получится, наверное, получится. Разбить окно. Не, запрыгнуть туда не получится. Так, здесь больше ничего интересного нет, здесь можно разбивать окна соседа, они ему как бы не нужны. Вот за нами опять побежал сосед. В общем, в чем прикол, в чем еще прикол есть. Там есть зонтик на том этаже, есть зонтик, то есть, смотрите, вот, ладно, я приду мимо него, чтобы он меня не спалил, а он мне спалил. Так, значит, смотрите, вот еще я вам покажу один баг. Наш дом теперь не рабочий, то есть, смотрите, они просто убрали наш дом. То есть, это стало теперь как текстурка, и зайти в наш дом маленький не получится. Ну, теперь мы можем ходить вот здесь, здесь есть соседский дом, здесь в соседском доме можно походить. Здесь есть еще один соседский дом, он немного закрытый, и машины ездят, да. Вот, текстуры, конечно, травы не очень такие уж прикольные, потому что они даже не настоящие, и можно через них смотреть какие-то штуки. Так, здесь напишено даже по-русски, потепы в кабах паразищены. О, я не знаю, что это значит, но, видимо, это что-то такое. Если вы знаете, что это, я просто не понимаю, ну, я, конечно, русский язык знаю, но я не понимаю, что здесь написано. Так, значит, смотрите, здесь дальше город, также здесь у нас есть опять наши невидимые стены, через которые пройти нельзя. Здесь какой-то дом должен быть, но его нет. То есть, смотрите, есть пустая такая земля, то есть, на которой должен быть дом, но его нету почему-то. Что еще хотел показать в новой Альфе? Альфа вышла совсем недавно, вот в мае, уже 1 мая где-то она вышла, она уже, ну, это закрытая Альфа-версия, поэтому она рассылается по почте, если вы подписаны на скачивание, в общем, самой этой игры. Если вы подписаны, то вам эта Альфа сама приходит по почте. Ну, в общем, я объяснять, наверное, вам не буду. Здесь такая же дверь, какая и была. Ладно, здесь пока что я забуду об этом. Так, лифт. Сделали они лифт, здесь можно потом будет ездить на лифте, то есть, уже можно ездить на лифте. Зонтик. Появился новый зонтик, то есть, его можно теперь открывать как-то вот так, чтобы это все работало. Вот он закрытый, можно его открывать. Так, можно выкинуть. Вот, тут также все осталось. Можно спейс теперь нажимать. Здесь у нас есть, там где ключ был. Дальше здесь у нас можно вот эту штуку сделать. Так, значит, здесь опять двери. В общем, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами Александр Сачков, кстати, лайки, подписывайтесь на канал. Поспешите комментарии под видео. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok